библиотека вот это вот библиотека и я заплатил 7 стаков изумрудов из своего личного кармана чтобы просто войти в эту библиотеку и даже ни одну книгу не прочитать вот скажите мне пожалуйста наркоманы петрович вот вы бы заплатили 7 стаков изумрудов чтобы просто пойти в эту библиотеку а скажите пожалуйста нет нет ну не ну конечно нет какой здравомыслящий человек будет платить всем стаков чтобы просто так это даже не библиотека вот скажите мне на что это похоже разве вот этот этот пипер досуг я даже не знаю как его назвать башня разве это библиотека скажите мне ну ну вот я также кати говорил когда мы договаривались строить библиотеку а катя построила башню и забрала у меня все мои изумруды я также сказал но как бы катя победила в нашем споре который был в предыдущей серии выживания потому что катя меня обхитрила вот так просто обвела вокруг пальца поэтому поэтому идите сюда спрятився на меня дайте быстро прятят вы все прекрасно знаете зачем я вас сегодня собрал дан когда я наркоманов петровичей собираю всех вместе на этом сервере это означает лишь одно вы знаете что мы все обе сами все вместе здесь будем делать да шаааааа лииииии конечно шалить на дкаче издеваться будем, точнее, троллить её будем. Троллить её будем за то, что она со мной сделала. Все свои изумруды же надо как бы вернуть обратно, поэтому давайте все топайте за мной. С одной стороны, я прям сейчас запросто могу отправиться в нашу деревню ещё 10 стаков себе изумрудов наварганить. Но! А ещё с одной стороны, посмотрите, заберите сюда и посмотрите, что она построила на мои изумруды. Вот, вот. Изумрудно- алмазный фантус. Мне кажется, перед знакомством с Катей, она сантехником подрабатывала, потому что она очень сильно любит унитазы, ёршики и вантузы. Зачем она это строит, я не знаю, но ладно. Идите сюда за мной. Я просто тут придумал новый такой способ, как нашу Катюшку можно затроллить, чтобы она даже не поняла, что с ней произошло. Я верну с законным троллинским обманчивым путём все свои изумруды обратно, чтобы Катя больше такой фигнёй не страдала. Короче, половина из вас прямо сейчас отправятся в нашу деревню и начнут строить какой-то магазин. На самом деле, вообще без разницы, какой магазин, стройте то, что только захотите. Туда мы со второй половиной всех вот этих наркоманов заселим транспортную компанию. Ту самую любимую транспортную компанию Кати. Но зачем? Объясню вам чуть позже. Так, кто строить хорошо умеет? Это картошка, чпуньк, банан и... И ты, малёк, в деревню. Быстро. Поплыли через океан. Все остальные, кого я не назвал, идите сюда. А вы ресурсы случайно не хотите взять в сундуках, чтобы строить вот этот магазин? Куда побежали-то, дуриемонты, Петровны? Это... А вот мы с вами прямо сейчас должны отправиться на поиски той самой транспортной компании. Поэтому берите, если у меня есть поводки, поэтому давайте. Один поводок мне, тебе, тебе, Амочка, и тебе, Карась. Я в душе не чаю, где может быть эта транспортная компания, но можете её кокнуть сразу же моментально. Мне нужны вот эти две ламы, которых он таскает вместе с собой. Ну чё, жопы стоим, чешем. На поиски, на поиски, на поиски, отправляемся! А вы строить идите! Чтобы Катя, когда увидела наш троллинг, на всю жизнь запомнила, то, что своего парня на бабки кидать нельзя. Изумруды стрельнула, ванту себе построила, ага! Сантехник недоделанный. Так, а сейчас внимательно все слушайте. Карась, ты берёшь мёртвую лошадь, отправляешься к домику одежды Кати Крафт. Ты печенька берёшь осла, отправляешься к нашему Старбаксу, к кафешке и ищешь вот эту компанию, господи, как она там называется, там. А ты, Амочка! А ты, что ты, Амочка? Ну ты, ты тогда бери, я не знаю, бери любую, бери Маргариту! Вот, возьми Маргариту и отправляйся на кладбище. Возможно, там будет транспортная компания. А я пешочком потопаю и поищу её где-то здесь возле маяка. Я просто даже не представляю, где она может быть. Она случайным образом каждый раз появляется и также случайным образом каждый раз исчезает. Лошадь возьми! Печенька, я тебе сказал, лошадь взять! С этой транспортной компанией у Кати не самые лучшие отношения. Да я вообще не понимаю, зачем она ею пользуется. Каждый раз, когда она видит вот этого мужика с двумя ламами, она каждый раз тратит на него фиговую тучу изумрудов. Каждый раз. Но зачем тратить изумруды на вот эти вот красители, если просто можно подойти вот сюда и сделать вот это вот? И у тебя за 3 секунды будет столько красителей, что до конца жизни хватит. Но нет, Катя каждый раз подходит и Катя каждый раз тратит просто дофигища изумрудов, которые я законным, ну ладно, не очень законным, путём зарабатываю. 15 секунд прошло, у меня 19 синих цветков, 26, вот это 18, 15, 34, это за 15 секунд. А Катя бы на это потратила примерно полтора ста алмазов. Нафига? Спрашивается, вот и я не знаю нафига. Так, чё-то я вижу то, что никто не может найти эту транспортную компанию-то на самом деле, она каждый раз как-то непонятно здесь у нас в городе появляется. Чё-то я вообще нифига не понимаю. каждый раз, когда мы его находили, он появлялся вот здесь где-то, рядом с нашим домом. А сейчас никого нет. Ни карась его найти не может. Печенька, ты чё-то нашла там, нет? Не, это плохо, печенька, то, что ты ничем не нашла так. Вся надежда тогда на Амочку. Возможно, она смогла чё-то там найти. Амочка! Нашла! Нашла, нашла! Ай, ты какой молодец! Я уже ругаться хотел, что все бесполезны на этом сервере. Так, я вижу, что ты уже и лам сюда присобачила. Так, чтобы никто не видел, что здесь произошло, вот этого торговца надо кокнуть, только аккуратно. И Кате это не надо говорить, потому что в этом-то и будет заключаться весь троллинг. Сейчас вот этих вот лам нам как-то нужно переместить в нашу деревню, где другие наркоманы Петровичи строят магаз. Поэтому тащи их сюда, Амочка! А я Маргариту обратно в загон отведу. Учитывая, как Катя очень сильно любит торговаться с этим продавцом, мы в этой серии сделаем следующее. Я сейчас отправлюсь в нашу лабораторию и возьму несколько зелени видимости. После этого кто-то из вас наркоманов Петровичей будет притворяться вот этим странствующим торговцем, который потом в будущем не сможет обмануть Катю, высосать у нее все изумруды, которые она себе там припрятала и отдать вот эти изумруды мне. Карась, затаскивай вот эту мертвую сраку, ну в смысле лошадь вот сюда в загон, быстренько и выходи. Вы прямо сейчас давайте тогда ты, Карась, из печенья отправляйтесь в лабораторию, притащите все зелени видимости, которые там есть. А я помогу Амочке вам вагонетки. Слушай, а они вообще сюда поместятся или как, как думаешь? Опа, она поместилась, так, тогда все прекрасно помещается и другую туда толкаю внутрь, прекрасно, это ломаем, это ломаем, это ставим и отправляем их в далекое путешествие. Встретимся в новом магазе, который, надеюсь, наркоманы и остальные Петровичи уже успели построить и что самое главное, чтобы этот магаз нормальным был. А то в следующей серии выживания, Катя же должна купиться на то, что этот торговец построил магаз в деревне и открыл свой бизнес, а не я. Четыре всадника апокалипсиса или четыре всадника Майнкрафта выполнили свое задание и сейчас самое главное, чтобы остальные четверо всадников Майнкрафта тоже выполнили свое задание. Нам нужно, чтобы когда Катя увидела этот мага, да Катя откройте дверь уже вот так. Нам нужно, чтобы когда Катя увидела вот этот магаз, который они там построили, чтобы она просто ахнула и охнула, потому что надо сделать так, чтобы ламы здесь, мне надеюсь, что ламы сюда успели доехать. Я надеюсь, что Катя офигеет, когда увидит этот а ну есть вот эта свинятина отсюда, когда Катя увидит этот мага. А вы что, здесь айфоны продавать будете или что, или я не понимаю? Так это же магазин айфонов или мне кажется немного. Не, слушайте, а с другой стороны даже я сейчас ахну, а если я ахну, тогда Катя сто процентов охнет. Так, слезайте, слезайте, свинюх, слезайте. Слушайте, за двадцать минут построить такой магаз, это прям хорошо, надо постараться. А если зайти внутрь? Ну, я, я, я прям думал, что вы меня разочаруете, честное слово, но что-то, как я вижу, не нужно было в вас сомневаться. Так, да, вот есть три поводка, так, идите сюда, одну ламу я вижу, а вторая, а где, а где вторая? А вторая сзади вас там катается. Так, сдреснули отсюда, малек, уйди, вот так, стойте на месте, подходите вот сюда. Сейчас нам нужно найти того человека, который будет отыгрывать роль вот этого странствующего торговца. Кто, кара, кар, карась, ну вот я прям смотрю на тебя, и вот я прям сразу же вижу, ты реально как торговец базара какой-то. Зелье невидимости взял? Взял, давай, бери, выпивай, и вот это на поводок лам, на, держи собачь, давай, быстро. Опа. Все на выход, быстро, все на выход, на выход, на выход, на выход, на выход. Катя с полным инвентарем изумрудов придет к нам в деревню вместе со мной. Я ей скажу то, что у нас здесь открылся новый магазин, потому что вышла новая версия Майнкрафта 1.16.3. Кстати, в этой версии исправили вот этот вот баг, и уже дюпать ничего нельзя, поэтому, Катя, вот это обломайся, как говорится. И скажу то, что этот магазин я специально построил для вот этого торговца, лично нашего торговца, который всегда вечно будет сейчас находиться в этом магазине, и его не нужно будет искать все это время. А этот торговец, как мы понимаем, будет карась вот этот вот. Тебе самое главное не палиться, ты должен себя вести как обычный нормальный невидимый торговец. Катя придет, я и скажу то, что в новой версии Майнкрафта появился новый способ торговли с этим вот торговцем. И для того, чтобы с ним торговаться, ему нужно выкидывать вещи так же, как ты выкидываешь вещи пиглину в аду. Катя начнет выбрасывать изумруды, а ты, карась, сначала выбрасывая ей там железо, там какую-то глину, землю и все остальное. Ну или вот это лазурит, да. В этом-то и весь прикол, то, что Катя даже не сможет увидеть этого торговца, потому что он всегда невидимый в этой жизни. И ты, ты меня слышишь, карась? Ты где? Вот, вот, везде. Ты должен выторгивать у нее все изумруды, которые у нее только есть. Как ты это сделаешь, мне честно посрать? Ну, в том смысле, карась, ты должен проявить все свои способности лучшего торговца на этой планете. И когда Катя поймет то, что изумрудов у нее больше не осталось, она в первую очередь никогда больше с этим торговцем странным торговаться больше в жизни не будет, а во вторую очередь, карась, ты мне на бочку вот это выкинешь все изумруды, которые тебе выкинула перед этим Катя. А вот вы, все остальные за мной на выход, карась, ты пожизненно будешь уже здесь торговцем, поэтому на улицу а вы, наркоманы Петровичи, в следующей серии выживания, когда мы ее с Катей начнем записывать, вы должны будете ей продемонстрировать, как это работает. Кто-то из вас зайдет вот в этот магаз, выкинет Карасю какую-то безделушку и карась ему в ответ выкинет там изумрудный блок. Катя это увидит, обосрет, обрадуется отчасти, и тогда Катя мне сто процентов поверит, что это не троллинг, а новая версия Майнкрафта Малекарбалет спрячь или я тебе засуну сейчас его. Ага, вот это вот, да. Слушай, это сам Карась, еще последняя просьба, а в следующей серии ты можешь включить микрофон и тебе надо прикинуться торговцем, ну прям, чтобы Катя сто процентов поверила, ну похоже, похоже, поэтому Карась так же, так же делай в следующей серии, Катя, сто процентов пока, как делает здравствующий торговец еще раз, Карась не услышал, ну примерно, да, только, только не так, как будто ты сейчас на унитазе сидишь, а более вот так, более так, вот так сделай, вот так и будешь делать, все, все на выход, Карась, попрощайся с нами напоследок, вот так, с Катей тоже так попрощаешься, все, тащите сюда, сраки, Карась, пока, Молодец, запоминай свою работу, в следующей серии смотри, не лохонись, а разведем Катюшку на все изумруды, да, Карась? Тома. 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 Субтитры создавал DimaTorzok